Не умирают те Кто дорог нам, они навечно остаются в сердце, а мы идём вперёд по их следам, и в прошлое не закрываем дверцу. Родной нам образ в памяти храним, и с мыслями о них мы засыпаем, как о живых, о близких говорим, и прожитую жизнь их вспоминаем. Кто дорог нам, они не умирают, пока мы помним их, они живут, как ангелы обетно защищают, по верному пути невидимо ведут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ивановича Шинемеха Пять лет назад от нас ушел этот замечательный человек. Прекрасный педагог, человек необъятного сердца, висевчак, мудрый наставник и незаменимый друг. Нам хотелось бы вспомнить о нем все то, что хранят в памяти и в сердце его настоящие и бывшие ученики, коллеги, друзья, знакомые. Сегодняшний вечер мы объявляем благотворительным, а все собранные средства пойдут на покупку и установку памятника на могиле режиссера. Давайте вернемся на несколько десятилетий назад. Он появился в Петушках в конце лета 1979 года. Выпускник московства Государственного института культуры Анатолий Шинемех, который стал руководителем Народного театра районного дома культуры. Худенький, хрупкий, юный. Он возглавил коллектив, уже хорошо известный в области. Собрал бывалых актеров, добавил новеньких, организовал детскую студию при театре, поддержал сложившиеся театральные традиции студийной жизни и вместе с тем привнес в свое новое, свежее, необычное. Уже весной 1980 года состоялась премьера спектакля по пьесе Александра Вампилова «Провинциальные анекдоты» в постановке Анатолия Шинемеха, где он сам появился в качестве актера и исполнил роль врача. С этим спектаклем коллектив театра объехал весь район, играл на сценнических площадках области и везде был горячий прием, гром аплодисментов и благодарные зрители. А потом была огромная работа. Постановки театрализованных представлений к различным красным датам, премьеры новых спектаклей, участие в фестивалях и творческих семинарах. А главное – репетиции, репетиции, репетиции. Долгожданные премьеры и прокаты спектаклей. В Анатолии Ивановиче жила огромная сила духа. И несмотря на болезни, он снова и снова шел на репетиции. Оставался с художником для изготовления декораций. А если случался, а врал, то и весь коллектив трудился с ним бок о бок. И за всей этой круто бедностью шли дни. Взрослели актеры, уходили в свои взрослые сутки. Возмужал и он. У Анатолия Ивановича родилась семья. Жена Галина и двое сыновей. Иван и Михаил. В театр приходили все новые и новые артисты. Игрались новые спектакли. А сам театр стал называться ретро. Наряду с этим Анатолий Иванович был открыт и новым, современным веянием в театре и в искусстве в целом. Можно говорить громкие слова, что память о дорогом режиссоре останется навечно в наших сердцах. Но это, скорее всего, будет неправдой. Мы живы, пока живы те, кто помнит нас. Сменится поколение, сменится память. Но он, человек, исполнивший свою совсем непростую работу, делал нашу жизнь качественно лучше. Он энергетикой своей послал этот труд в вечность. И где-то там, пока в непонятном нам, живущем, в другом измерении, на высшем уровне, этот труд каким-то волшебным образом преобразится и обязательно вернется к нам сюда. И зажжет сердце, возможно, еще не родившегося ребенка, искрой любви к театру, к искусству, к жизни. А сейчас, дорогие друзья, мы предоставляем слово коллеге по церкви, инсиатору сегодняшнего вечера, заслуженному работнику Российской Федерации, режиссеру Народного театра «Дом» Татьяне Викторовне Овчинниковой. Добрый вечер всем. Я хочу, чтобы наш вечер прошел не в официозном таком направлении, а пусть это будет по-доброму, по-домашнему. Давайте вспомним об Анатолию Ивановичу с улыбкой, чтобы в нас осталось ощущение именно того человека, которым он был. Я познакомилась с Анатолием Ивановичем в 79-м году, когда он только-только приехал сюда по распределению. Я помню эти огромные глаза с изумлением взиравшие на нас, потому что мы были практически ровесниками, а кто-то был даже старше его. И вот ему достался такой взрослый состоявшийся коллектив со своими успехами, со своими достижениями. И первой нашей работой были провинциальные анекдоты по пьесе Вампилова. И мы там играли и возили этот спектакль бесконечное количество раз по всем деревням и весам нашего района. Потом были еще какие-то работы. Мне хочется просто остановиться на одной из работ, потому что это характеризует Анатолия Ивановича, на мой взгляд. Ну и для кого не секрет, что он был болен, не смертельно, но хронически болен. И это до известной степени ограничило его возможности. Ну вот возник спектакль «Поющие пески», и где мне неожиданно пришлось сыграть роль Марютки. Я никогда не была худенькой. Ну, в то время я была, наверное, поскладнее. А вот он-то был как раз худеньким. И те, кто знает повесть Лавренева 41, где между главными героями возникает любовь, понимают меня, что сыграть любовь, но это нам какие-то все-таки доверительные отношения, соответствующие визан-сцены. Ну и режиссер-дипломник они вдвоем ставили. Это я тогда еще не владела режиссерской профессией. А заставляет его носить меня на руках. Ну, как-то вот пытались. Мы оба пытались, чтобы, соответственно, мне приходилось держать себя так в напряжении и не расползаться. А он так в меня вцеплялся, что я ходила вся в синяках. Но он справился с этой задачей. И играли мы любовь. И кружила у меня на руках по сцене. И спектакль был призван одним из лучших. Тоже покатали мы его. Очень, очень солидное время. Долгая жизнь была у этого спектакля. Вот. Ну, я хочу сказать, что Анатолий Ивановича отличала любовь к классической литературе. Ну, одни только фамилии авторов. Островский, Мольер, Шекспир, Пушкин. Может быть, я что-то еще забыла сейчас, не помню. Но уже говорит, что в режиссерском портфеле лежали очень хорошие пьесы. А классика – это такая вещь, она как грешливая каша, она сама себя хвалит. И вот это, наверное, со временем где-то как-то передалось каким-то образом. Я еще вот хочу сказать, что Анатолий Иванович определенным образом повлиял на мою судьбу. Потому что он поддержал меня в стремлении изменить профессию. Он как-то так направлял меня в поступление в Институт культуры. На первых порах помогал где-то так, какими-то советами, литературой. Дальше уже там сама-сама-сама-сама. Вот. И за это, конечно, огромный низкий поклон. И моя признательность по жизни. И я тоже люблю очень качественную драматургию, которой отдаю предпочтение. И вот если говорить о Пушкине, то, что живет в каждом из нас, потому что Пушкина мы ее читаем с детства, и Пушкину мы проникнуты и пропитаны, и никуда от этого не деться. Любой русский это сразу скажет Пушкин. И, наверное, здесь тоже есть лептая Анатолия Ивановича. И поэтичность, и образность Пушкинского языка. Она присутствует, я надеюсь, в моей работе, которую мы сейчас вам представим. Она посвящена творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Это о нем. Ну, давайте сегодня посвятим ее Анатолию Ивановичу. Анатолия Ивановича Все в нем Россия обрела Свой древний день и человечий Живую прелесть русской речи Что с детских лет нам так была Все в нем Россия обрела В нашей солнце строчка вода Как ярко белый снег горит Да мне русская природа Его стихами говорит Все в нем Россия обрела Своей красы любую мало И в нем увидела себя И в нем собой залюбовалась И вечность, и короткий миг И радость жизни, и страданье Кромодья, суть и разданье Лишь он один ее постиг Лишь он один ее постиг Все в нем Россия обрела Не только лишь его бессмертие Есенина через столетие Чья густь по-пушкински светла Все в нем Россия обрела Свою и молодость, и зрелость В фунтарскую льгую смелость Ту, что летами в ней жила Все в нем Россия обрела И никогда вина не билась А если б не было дуэли А если б не было дуэли А если б не было дуэли Что ж, было все предрешено И пуля та достигла цели Достигла цели все равно Был царь, и был он дух мятежный А пуля, что прервала жизнь Была лишь точкой неизменной Где судьбы им пересеклись Была лишь точкой неизбежной Где судьбы им пересеклись Он неугодный знати и царю Нероскожь дитулованных поместий Все, что имел Фамилию свою В день свадьбы отдал молодой невесте Прекрасным было девичье лицо Фамилия навеки их связала Она, как отручальное кольцо На пальчики дрожащем заблистала Не думал он, когда ей говорил Слова любви низкого и жарко Что ни один из смертных не дарил Своей любимой большего подарка Своей любимой большего подарка Их не разъединила клевета И полность изощренная мирская На плачке могильная плита Наталья Николаевна Ланская Наталья Николаевна Ланская Нет, Пушкина Со знаний людском она На век с них юной отречалась Важно, чьей женой была потом Она женою Пушкина осталась Она женою Пушкина осталась Его детей, заботливая мать Она о нем хранила свято память Кто у него посмел вдову отнять И в знак того воздвигнуть этот камень Кто у него посмел вдову отнять И в знак того воздвигнуть этот камень Кавказ подо мной Туманные горы теснят за удов Кавказ, теснят каждое лето губах Поднявшись на скалку, ромашку скрывают Всего лишь один желтоватый цветок Вернее, не цветок, календарный листок Еще один год отошел А Кавказ, Кавказ подо мной Кавказ подо мной Орел, распространенный над снежной каймою Когда это было? Сегодня! Сейчас! Кавказ подо мной Один в высшине, стоил над снегами, укряя стрельнины Орел с отдаленной, поднявшись вершины Борит неподвижно со мной наравне Постой! Но ведь люди прошли полуднее В усси на пирог Он писал эти строки Писал в тот век бесконечный залет Нет! Именно в эту минуту При мне Я памятник себе воздвиг Мирогодворный! Как мог при жизни он сказать такое? А он сказал такое о себе Быть может, в час блаженного покоя А может быть, застойный похвальбек Уверенный в себе? Самодовольный? Усталый от читательских похвал? Нет! Эти строки с дерзостью кранольны Как предказью узник Орел писал Предчувствие кровавой речки черной Печаленный тревожно одинок Я памятник воздвиг себе Не рукодворный Так мог сказать И ученик, и бог Нет! Он не умер Тот последний миг Тот пульс прожил, как все еще не тает Он умирает на руках моих Он умирает на руках моих Он умирает на руках моих Он умирает Так было век назад И так сейчас Отца и края нет ночи вительной О, как он жив до бледности смертельной Жив до слезинки из усталых глаз Теснится стужа зимняя толпа Глядить с ним и надеждой на ворота И я стираю с пушкинского лба 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 Своим платком Святые капли бота Я хоронил своих друзей не раз В быту живой, а мертвым забывает Но он не умер Того сейчас такая боль Он жив Он умирает Сижу я веки медленно свежих Божественные строки повторяю Да, так он жив Что даже умирает Он снова жив И будет вечно жив Став у цветы мягкой В лобом молчания одиноком Мой пушкин Мой пушкин Мой пушкин Мой пушкин Каждую строкой я говорю с тобой Как с Богом И повторяю вновь и вновь Твой пламень времени остудит Тебя, как первую любовь России сердце не забудет Тебя, как первую любовь России сердце не забудет Дорогие друзья Сегодня в нашем зале находятся коллеги Анатолия Ивановича Которые долгие годы работали рядом с этим чутким, интеллигентным, внимательным человеком И мы предоставляем слово Руководителю народной вокальной студии «Улыбка» Татьяне Викторовне Жигаловне Татьяне Викторовне Жигаловне Татьяне Викторовне, добрый вечер Почти 50 лет Писана в историю нашего дорогого районного дома культуры Судьба этого талантливого человека всем нам близка Но все вспомним, что иногда кажется, что он сейчас пройдет где-то там по коридору Ему не нужно было идти в безумрудный город Ни за добрым сердцем, ни за мозгами Это все было Вечная память Анатолию Ивановичу Шеремелу АПЛОДИСМЕНТЫ Вечная память Анатолия Ивановича Небо на диске, ветки на диске Как звезды стены, дыханием на окне Тычется письмо Видное письмо Движется всю жизнь в метров и дождем Сумерками крышь, даже если спишь Ищется письмо Видное письмо Говорят, что слова ничего не сообщат Нас сами словами наш год Не бесят, не приносят ночью Это просто слово Не лишь ими радио сами Но нашими голосами Меняют мирами сами Слава Наши слова Меняют мирами сами Наши милостами Слава становятся нами Слава Слава И когда мы уйдем со стены Мы станем словами сильной Слава И будет здесь, что живет Слава 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 Движется письмо Движется письмо Мировой войной Искренней мечтой И счастьем И пятой В крови И потой Пишется письмо Движется 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 письмо Слава 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 И когда мы уйдем со стены Мы станем слова вселенной И будет здесь, что живет Слава Слава Ваши сердца Мы просто слова Мы видим одни и те же звезды Одно и то же солнце Мы видим форму Чувствую ее своим сердцем Своей кожей Любовь не придает Не завидует Не наказывает И все украшает Всему радуется Не будет всегда надеяться И никогда не прекратиться Если я буду заниматься Только добрыми словами Попугать пальцы Веду не без слов Но при этом не чувствую Селся в любви То зачем все это? Добро без любви Ничего не значит Если у нас вновь новые города Открой в новые планеты Разгадается ради природы То не будет нашим сердцем любить То зачем все это? Село без любви Ничего не значит Если я научусь говорить На всем языках, что есть в мире Но сердце моё не будет в любви То зачем все это? Разве слова без любви Что-то значат? Говорят Что слова ничего не значат Раз сами слова не пошут И бескать не приносят удачу Это просто слова Не лечит, не ранит сами Но нашими голосами Меняют и пронистание И слава Наши слова Меняют мир в арестании Наши милые восстание Слава становится нами Слава Слава И когда мы уйдём со цены Устанет слова нескеленно И будет здесь Наши милые восстание Слава Слава Ваши сестра Мы просто слова Пока я мыслю и дышу Не перестану удивляться А буду просто восхищаться Тому, что в сердце я ношу На сцене народный ансамбль танца Тальянка Руководитель Наталья Дмитриевна Тарасова Танцевальная композиция Берёзка Руководитель Наталья Дмитриевна Тарасова Руководитель Наталья Дмитриевна Тарасова Руководитель Наталья Дмитриевна Тарасова Руководитель Наталья Дмитриевна Тарасова АПЛОДИСМЕНТЫ Какая осень, как проразрачны дали, Собора шпиль стрелой уходит ввысь, Твои друзья в твоем любимом зале На вечер памяти сегодня собрались. Как дорого нам скромное убранство, Любимый зал, родной, парадный вид, В стихах, воспоминаниях, романсах Живой твой голос с нами говорит. Дорогие друзья, я приглашаю на нашу сцену Актрису Народного театра «Ретро» Светлану Горофееву. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, дорогие друзья. Наверное, громко сказано, актрису я всего в двух спектаклях выиграла Анатолия Ивановича, Но это было поистине замечательно, Потому что Анатолий Иванович Замечательный человек, Очень интеллигентный, Добрый, внимательный, Он с прекрасным чувством юмора, И замечательный танцор. И мы вместе работали достаточно долго, Поэтому были дружны, И когда вот в теплых компаниях мы собирались, Он всегда говорил, Свет, спой романс. И сегодня, Анатолий Иванович, Для тебя романс. Только раз в жизни встречи. День и ночь роняет сердце мою скуду, День и ночь кружится голова, День и ночь заволванную сказкой Не звучат твоих слов. Только раз в жизни встречи. Только раз в судьбой урвется ниц, Только раз в холодный хмурый вечер, Мне так хочется любить. День и ночь пурпурного заката, Синевой окуданы цветы. Где ж ты, милый, милый мой, как тогда, Где бы мне было сгубшие мечты, Только раз в судьбой урвется ниц, Только раз в холодный хмурый вечер, Мне так хочется любить. Только раз в холодный хмурый вечер, Субтитры создавал DimaTorzok Отрывки из спектакля «Овцы и волки» по пьесе Островского с участием Анатолия Ивановича. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В 2017 году, когда Анатолия Ивановича не стало, театром стал руководить его помощник, преемник, актер Народного театра Михаил Волцов. И я предоставляю ему слово. Встречайте. Судьба свела нас с Анатолием Ивановичем в 1995 году. Тогда он был наблюдателем в зале под репетицией школьной команды КВН. Меня заметил, подошел ко мне и сказал. Михаил Рафаилович, не хочешь сыграть у меня в спектакле? Я говорю, Анатолий Иванович, с удовольствием. Он говорит, по пьесе Мольера. Я говорю, хорошо. Он, репетиция завтра. Я говорю, отлично. В пять часов. Я говорю, окей. Но когда я пришел на первую читку, оказалось, что он предлагает мне роль господина Десатанвиля в пьесе Жан-Батиста Мольера «Одурачный муж». Я понимаю, что моему персонажу 75 лет. Он дурак. И тут я дохожу своими мозгами, что я действительно попал. И попал надолго. С тех пор мои последующие роли были исключительно дураки на сцене. Вот. Ну, было всякое, конечно. Была радость, была горечь. Было наставничество какое-то, легкость в общении. И поскольку Анатолий Иванович был особенным режиссером, он требовал от нас отрабатывать каждую мелочь, каждый звук, каждое движение. Требовалась некая натуральность на сцене. И вот я помню сейчас спектакль «Лекарь по неволе». Там тоже у меня роль дурака. К тому же еще и пьяница. Вот. Меня натурально дубасили два моих друга на сцене палками. Это Максим Маркин и Алексей Дмитриев. Я хочу, чтобы они сейчас вышли на эту сцену. Извините. Сколько раз я еще должен извиниться? 15 лет прошло, и каждый год я перед тобой извиняюсь. Ну, хорошо, хорошо. Хочешь, ему еще раз официально прелюдив, перед тобой извиниться. Да? Да. 3-4. Максим, я его не бил. Я только замахивался. Ты его бил, тебе извиняться. Я тебя подержу. Это все полнотурально, действительно. Замахивался так, что я боялся. Спасибо, партнер. Ну, да, это было. Но это была задумка режиссера. И к тому же мой дебют в театре ретро. Поэтому мне хотелось произвести впечатление. И я, видимо, перестарался. Но Анатолий Иванович поверил в меня. И продолжил зданичество. И под его чутким руководством я рос. И вообще, он поверил мне настолько, что в следующей своей роли я получил ружье. И собаку. И при этом никто не пострадал. И он продолжал в меня верить, наставлять и верить так, что в следующем спектакле я вообще играл смерть. И все остались живы. И этому есть свидетели. А давайте попросим свидетелей на сцену. Марина Сергеева, Ольга Шашкова. Свидетели на месте. Ну, в моем случае, все начиналось с Шекспира. О, я прям же маснулась сразу на нашего. На Уильяма, да? Да, и не кухры-мухры, и не какая-нибудь там роль в массовке или второго плана. А виола, главная роль в месте «Твенадцатая ночь». Ну, правда, потом меня мотало от святой Февронии до паночки Гоголя. А в конце концов, закончилось все смертью девы. Ролью юной Лени. А у меня была тряхлая старуха. Ну, я почему-то всегда вспоминаю свой первый спектакль, потому что он был первым. В возрасте я была уже солидным. Когда решилась прийти к Анатолию Ивановичу с вопросом, вам не нужны престарелые актрисы? Вот. Это были рассказы Чеховой, был пять штук. Играл у нас там всего четверо. И мужчина был один, Анатолий Иванович, который участвовал в каждом рассказе. То есть ему приходилось очень быстро переодеваться за сцены из одного персонажа только. Нам было полегче. И вот и рассказ «Егерь». Я там молодая девушка, несчастная, брошенная этим егерем. Ну, пошла музыка. Я, естественно, иду на сцену, у меня дрожит все, что может дрожать. Там руки, ноги, да и вообще вот так все. И вижу картинку. Анатолий Иванович за кулисами пытается попасть ногой в штанину. Я ему говорю «Анатолий Иванович, там музыка уже. Ты видишь, в каком я веке? Иди, задержи их как-нибудь». Я говорю «Как? Стриптиз струцем?» «Иди отсюда!» Я пошла. Дрожать я, правда, перестала, потому что мне стало смешно. И еще одним моим головной болью в этом рассказе было то, что мне надо было заплакать. Сейчас я уже могу плакать. Без проблем. А тогда я плакать еще не умела. По заказу. И, значит, там такая мизансена. Он сидит на пинге, этот егерь. А вот эта девушка ползает у его ног. Поймала его где-то в поле. Ползает у его ног. Ну и пытается его усовестить. Что ж ты меня бросил-то? Я должна была, значит, подползти там, положить руки ему на грудь. Сказать, что ты так вот... Надо сказать, что да, только он меня предупредил. Только не бери за коленку. Я не знаю, что у него там было в коленке. Но дело в том, что я это напрочь забыла. И вспомнила только тогда, когда моя рука уже лежала на коленке. До груди я до бронзу уже не успела положить руки ему на грудь. Потому что я отлетела на три метра к кулисе. И решилась вторая моя проблема. Мне не надо было стараться плакать. Мои ободранные коленки заставили меня плакать вполне натурально. Зрители были в восторге. Это любовь. Здесь кто-то сказал о любви. Актриса народного театра ретро Татьяна Бегаль. Да, я у Анатолия Ивановича играла именно любовь. Но вначале моя любовь с Анатолием Ивановичем и любовь к театру началась в далеком 1981 году. Я была его любимая Герда. Он между спектаклями нас кормил вкусными котлетами. Я это помню. Он всегда любил вкусно поесть. Затем мои роли были такие. Я была родина мать. Мать, жена-любовница. Жена французского анестезиолога. Жена сваха. Я благодарна ему очень Анатолию Ивановичу за то, что он был в моей судьбе. За то, что, несмотря на те годы, я осталась для него все равно той девочкой Таней Калинкиной, как он меня все время говорил, называл. Я благодарна ему за то, что наш театр ретро для нас был семьей. И мы сюда шли именно как в семью, как в свой дом родной. И наша семья из года в год росла. Нас все было больше и больше. Да, Максим? Да, у нас все было больше и больше. И семья театра ретро действительно все время росла. Старые актеры уходили, возвращались. Приходили новые, молодые, талантливые, красивые. Потом юные, еще более красивые, еще более талантливые. Потом еще более юные, еще и еще более красивые. Еще и еще более... У меня уже текст заканчивается, давайте выходите в конце концов. Актеры Народного театра ретро. Да, да. Илья Новиков, Дмитрий Макраусов, Николь Александрович Расмуссен, Кирилл Кашпаренко. Молодая кровь. Да, да, все, я у нас молодая. Только вот приходили не вовремя и уходили за полночь. А вот вам 22 часа надо быть дома. Ну и вообще-то уже большие. Ну ладно, 22-30. Ну, а если серьезно, Анатолий Иванович стал для нас всех очень близким человеком. Он открыл нам этот безграничный, удивительный мир театра. Вместе с ним мы делали первые осторожные шаги. Моя первая роль была Герда. Я вторая любимая Герда, да. Это был очень запоминающийся спектакль. Это был мой первый спектакль. Именно тогда, после первого выступления, я поняла то, что театр — это теперь моя жизнь. То, что без него я просто не смогу существовать. И каждый раз, вспоминая встречи с ним, я безгранично ему благодарна. И я поставила перед собой цель — никогда не бросать свою мечту. А все потому, что Анатолий Иванович когда-то сказал мне, что у меня все получится. Для меня Анатолий Иванович также открыл мир театра и мир перевоплощения. Он научил меня мечтать и передавать эмоции другими людям. Анатолий Иванович открыл для меня тоже огромный и удивительный мир театра, который полностью изменил мою жизнь и изменил меня. И я очень сильно ему благодарен за это. Мы играли в «Снежной королеве» все вместе, втроем. И я играл «Принца». И он оставил на программке этого спектакля пожелание, чтобы мой голос окреп. Голос мой окреп, но он его не слышит. Жалко. И все же огромное спасибо за все. Анатолий Иванович был добрым и отзывчивым человеком. Он всегда поддерживал меня в моих режиссерских начинаниях. Давал мудрые советы. Еще мы все знаем, что он играл роль доброго волшебника Деда Мороза. И часто выручал меня на работе в клубе «Поселок Березка». Благодарю тебя, Анатолий Иванович. С любовью к тебе всем. На этой сцене стоят разные поколения. Одного режиссера. И в этом зрительном зале, надеюсь, такие тоже есть. Почитатели его таланта, творчества. Сюда мы пришли по велению своего сердца. И хотим сказать тебе, любимый наш режиссер. Анатолий Иванович. Анатолий Иванович. Анатолий Иванович. Анатолий Иванович. Анатолий Иванович. Большое всем спасибо. Спасибо, что вы слушали нас. Надеемся, что мы с вами скоро еще раз увидимся. До новых встреч. Народный театр «Ретро» и Михаил Малцов. Уходят из жизни хорошие. Уходят от нас навсегда. А память седую поросшую не даст их забыть никогда. На сцену приглашается заведующий отделом культурно-досуговой деятельности и охраны объектов культурного наследия Комитета по культуре и туризму Администрации Петушинского района Елена Вячеславовна Воронцова. Добрый вечер, дорогие друзья. Я, наверное, больше здесь не как представитель комитета, а как бывшая коллега Анатолий Иванович Шельмеха. Прошло пять лет. И Анатолий Иванович вновь нас собрал здесь, в этом зале. Проработали мы вместе с Анатоли Ивановичем 31 год. Несмотря на то, что я перешла работать со временем в комитет по культуре, работая с «Инпульсом», с ансамблем «Инпульс» детской хореографической студии «Капельки», мы тесно сотрудничали с театром «Ретро», с Народным театром «Ретро». И у нас было очень много творческих проектов совместных, таких как к новогодним праздникам, к первому сентября, к дню защиты детей. И наши дети, коллектива «Ретро» и коллектива «Инпульс», «Капелек» тесно взаимодействовали, сотрудничали, танцевали на спектаклях. И сама я даже несколько раз принимала участие, играла как актриса, пусть там второго плана, но играла в спектаклях у Анатолия Ивановича, ну, даже «Снежную королеву». Пришлось сыграть. Вот, дети наши были снежинками, представителями «Метели», игрушками какими-то по сценарию, по режиссерскому замыслу Анатолия Ивановича. И таких проектов было очень много. Я хочу сказать, что Анатолий Иванович настолько трепетно и с такой душой относился к ребятам, не только к своему коллективу, но и к тем ребятам, кто принимал участие вместе в проектах. И сегодня мы вспоминаем Анатолия Ивановича и как истинно творческого человека, и как доброго, отзывчивого человека. Ведь вся жизнь у него прошла здесь, в Доной культуры. Вся основная часть нашей жизни всегда проходит на работе. А Анатолий Иванович особенно много времени проводил на работе и отдавал честь себя своим участникам коллектива. Ну и хотелось бы сказать тоже о супруге Анатолии Ивановича Шеремеха, Галине Михайловне. Она много лет проработала у нас заведующим и директором музея «Петуха». И вот, ну представьте, им повезло. Они встречались не только дома, но и на работе. Поэтому низкий поклон семье Анатолия Ивановича, ребята, которые ждали с нетерпением сыновья, ждали с нетерпением, когда придут с работы их родители. Ну а наш сегодняшний номер, наш творческий номер в исполнении народного ансамбля современного танца «Импульс» это «Нас миллионы». И мне бы хотелось сказать фразу «Анатолий Иванович, мы всегда будем помнить тебя, и ты всегда в наших сердцах». Люди так не похожи Разные их пути Но ты пришел В этот мир Не один Люди ведь знать не могут Что ждет их впереди Но ты пришел В этот мир Не один И когда мы ищем виды Продумая взгляд в небеса Смешанных глаза Этой люди вносит нас Ищут на земле любовь Нас миллионы В далеких берегов И я что-то найду в любовь Нас миллионы В этом мир И я не знаю Ты пришел В этот мир Не один И когда мы все Анатолий Иванович Продумая взгляд в небеса И я не знаю В нашу В глаза В этом мир В этом мир В этом мир Ищут на земле Любовь Нас миллионы В далеких берегов И я не знаю В этом мир Нас миллионы В далеких берегов В течении берегов И я что-то найду в любовь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они прощают Мы себя не можем Сегодня на наш вечер пришли коллеги из культурно-досугого центра города Петушки Это Людмила Аркадьевна Ларионова, Николай Сергеевич Балашов, Оксана Петровна Соломатина Люди, которые долгие годы работали вместе с Анатолием Ивановичем Вам слово Добрый вечер, дорогие друзья Я не знаю, поверите ли вы мне сейчас То, что я вам сейчас скажу Вот когда дети Татьяны Овчениковой Разговорили о Пушкине У меня вдруг в какой-то момент Вот из-за той кулисы Мелькнуло лицо Анатолия Ивановича И мне вдруг вспомнились слова Абсолютно я об этом не думала Не ставь при жизни памятник герою А ставь его, когда погиб герой Не славь живое Ты убьешь живое Славь мертвого Он снова встанет в строй И я поняла, что это Что-то, наверное, сверхъестественное И я очень долгие годы знала Анатолия Ивановича Несколько с другой стороны, как его актеры И хочу сказать вам одну вещь еще Что вот я впервые Несколько таких встреч Первая встреча произошла, как ни странно, на площади Я увидела молодого человека Я бы так сказала, даже субтильного Такого худенького, хрупкого, правда В плаще, чуть не до пят Не помню, какой был шарфик Вот молодой, интересный Прихожу на работу и рассказываю коллегам Слушайте, вы же сейчас встретили по мне Такое впечатление, что он из Петербурга А, говорит, где? Ну, я рассказываю ситуацию Говорит, так, слушай, это, наверное, наш новый режиссер Анатолий Иванович Шелемен Да, потом оказалось это действительно так Ну, а потом мы работали Долго Вместе Знаю его Не только как режиссера И не столько как режиссера А несколько таких Мы что говорили, что мы будем говорить о нем Как о человеке Потому что не случайно все это мне сейчас Ну, так сказать, перед выходом сюда Пригрезилось, что ли, если можно так выразиться Так вот, одна встреча, которая мне запомнилась Еще Это вторая встреча Здесь должна была быть премьера спектакля Василиса Милентьева Да? Вот И произошел трагический случай На следующий день расследования И я, Анатолий Иванович, увидела с другой стороны С другой стороны Очень трепетного, переживающего Это я, наверное, виновата Людмила Аркадьевна Разберемся Ну, разобрались Разобрались Я думаю, что он до конца жизни чувствовал себя виноватым Потому что мы часто очень встречались Всегда говорили на эту тему Еще одна встреча Встреча, когда они возвращались с гастролей Приехали с гастролей Нужно отчитываться И вдруг не хватает реквизита По сумасшедшему звонит телефон Из бухгалтерии звонят Людмила Аркадьевна Опять у Анатолия Ивановича Опять чего-то там Что случилось? Потерялся мешок с костюмами Ну, в общем-то, растерянный В общем-то, вот, понимаете Он был интеллигент В самом хорошем смысле этого слова Ленинградский интеллигент Это мужчина во фраке Я его знаю еще с одной стороны И я не могу сегодня, говоря об Анатолии Ивановичу Не сказать о его жене Галине Михайловне Потому что это была удивительная пара Вот надо было бы угодно было так Чтобы они были вместе Они были вместе И кто-то сегодня говорил о котлете Галя всегда говорила Что он готовит изумительно Людмила Аркадьевна И поэтому вот Театр был в надежных руках Музей Петуха был в надежных руках И вот эти оба светлых Оба очень хороших человека Причем я хочу сказать Что это правда Пусть мало работала Немного Галина Михайловна Она тоже стала настоящим профессионалом В культуре Но об Анатолии Ивановиче Хочу только одно слово сказать Браво, маэстро Браво И я думаю, что без песни Мы просто не имеем права уйти со сцены Поэтому мы посвятили песню Эту все знаете Потому что наша жизнь Это маленький миг Перед ходом в тот большой мир Который мы не знаем Призрачно все В этом мире душующем Есть только миг За него не держись Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Вечный покор Вечный покор Вечный покор Вечный покор Вечный покор Для седых пирамид И он Ах, даст и сын Что взорвалось и падает И сколько миг Последить и ныне Ах, даст и сын Что взорвалось и падает Из только миг Вечный покор 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 А мы, для небесной чистотой, Для нас, земных, обувь шел достой, У Бога ж, клинтарь, совсем много. А мы, для небесной чистотой, А мы, для небесной чистотой, И 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 мы, для небесной чистотой, яркий след в душе каждого, кто его знал, кто смотрел его спектакли, был рядом, помогал добрым словом, делом. Его честность и порядочность, жизнерадостность, энергичность, добрая душа и отзывчивое сердце были и остаются примером для многих поколений. Мы благодарим всех, кто пришел сегодня почтить память нашего друга, коллеги, товарища. Отдельное спасибо тем, кто оказал материальную помощь. Мы постараемся сделать так, чтобы память об этом замечательном человеке была увековечена в камне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А сейчас всем большое спасибо и до новых встреч!